Всем привет! Добро пожаловать на обзор Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 340 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Carline за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь установлена автосалонизация, тамагавк с автозапуском. Давайте приступим. Девятое поколение Lancer. Комбинированный салон. Ткани велюр. Руль Momo. Белые циферблаты. Двигатель здесь 2 литра, 135 лишних сил. 9900 рублей, а также техническое обслуживание и запчасти. Трехспицевый руль. Гидроусилитель руля здесь установлен. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Механические регулировки имеют. Сейчас давайте включим фары. Аварийная сигнализация. Все четыре стекла полностью автоматические. Откроем капот. Спойлер. 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 16-дюймовые диски. Размер машины 195 на 55. Задние дисковые тормоза. Волшеб. 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 Опять. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается двигателя, то здесь установлена рядная четверка, 16-клапанная, объем 2 литра, мощностью 135 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 205 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 9,5. Расход топлива в городском цикле это 11,2 на 100 км, в загородном цикле 7,4. Объем топливного бака составляет 50 литров. Привод передний. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя также независимая пружинная. Тормоза передние дисковые вентилируемые, задние дисковые. Снаряженная масса автомобиля составляет 1270 кг, полная масса 1750 кг. Объем багажного отделения составляет 430 литров. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выраженная боковая поддержка... Регулируемые подголовники, а также ремни безопасности... Здесь установлены 4 подушки безопасности... Продолжение следует... Включение противотуманных фар... Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель... Этот автомобиль имеет пробег 107 325 км... Достойное звучание для двухлитрового двигателя... Цифровые часы... Управление настройками... Здесь установлена авиосистема PIONEER... Четыре колонки плюс сабвуфер... Насыщенное звучание... Полка для вещей... Управление радиосистемой... Пульт... Кондиционер... Регулировка потока воздуха... Рециркуляция... Задняя обыгрывая стекла... Различные зоны... Автоматический режим... И соответственно температура... Пепельница... Прикулеватель... Можно в качестве розетки использовать... Четырехступенчатый автомат... С возможностью ручного переключения... В кожаной оплетке... Рычаг КПП... Ручник... Очень легкий... Подогрев сидений с двумя степенями... Как для водителя, так и для пассажира... High... И low... Два подстаканника... Центральный перезапотник... Ниша для вещей... Салонное зеркало заднего вида... Без автозатемнения... Козырьки... Макияжные зеркала... Без подсветки... Штурманский свет... Как переднему пассажиру... Так и водителю будет очень просторно... У этого автомобиля... Даже росло... Отличная обзорность... Мало слепых зон... Практически их нет... Качество отделочных материалов... Качество сборки... На очень-очень добротном уровне... В основном применяется... Твердый пластик... Но можно и встретить сочетание... Мягкого пластика... Двухцветный... Пластиковые вставки под темный металл... Тем не менее... Общее впечатление от автомобиля не портит... Сейчас я продемонстрирую вам... Зеркала... Электрозеркала... Влево-вправо... Вверх-вниз... Все работает... Очень даже достойный японский автомобиль... Учитывая... Сколько он... Наград... На ралли-рейдах собрал... Очень-очень даже неплохо... Сейчас давайте... Заглушим двигатель... Возьмем ключи... И переместимся на... Второй ряд сидений... Открывание крышки багажника... И ручка бензобака с места водителя... Тросовый привод... Плотно закрываются двери... Хороший уплотнитель стоит... Удобная посадка на второй ряд сидений... Кармашки с обеих сторон... Поручни... Вешалка... Небольшая пепельница... Поручни... Еще бы хотелось отметить... Ребят... На холостом ходу... Двигатель практически не слышно... И когда сидишь в этом автомобиле... Ощущение возникает... Такого качественного... Прям аппарата... Сидишь как в болиде... И прям... Давайте на гонку... Поедем сразу... Нет, ребят... Классный автомобиль... Очень много можно сделать доработок... Усовершенствований... Вообще обалденный аппарат... Мне лично очень понравился... Классная машина... Подстаканников нет... Центрального подлокотника тоже нет... Подсветка... Честно скажу... Что мне нравится именно... В лансерах... Это то, что... Его можно... Апгрейдить... И дорабатывать... Просто... Бесконечно, я думаю... Столько можно сделать... Доработок... Усовершенствований... Классные машины для тюнинга... Сейчас посмотрим... Насколько вместительно... Багажное отделение... Багажник не очень большой... Средних размеров... Небольшой сабвуфер... Я думаю... Это усилитель... Запасное колесо... И вот эти вот... Своего рода... Рычаги... Они съедают немного пространства... Когда вы закрываете багажник... Поэтому, если... Вы ложите хрупкие предметы... Нужно быть осторожным... Также вы можете отключить... Подушку безопасности... Переднего пассажира... На тот случай... Если вы хотите... Посадить ребенка... В детском удерживающем кресле... На переднее сидение... И механические регулировки... У пассажирского сидения... За исключением... Регулировки по высоте... Капачок... Небольшой... Кстати... Тут еще и... Алюминиевые накладки на педалях... Тоже... Фирма... МОМО... Как и руль... Классный японский седан... А уж... Доработок на этом автомобиле... Можно сделать... Можно сделать... Неимоверно... на этом обзор Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска завершен еще раз напомню, стоимость данного автоголя составляет 340 тысяч рублей я надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал всем удачи, берегите себя всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз